Саляму алейкум ва рахматуллах и баракату. Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расулиллах. Продолжаем с вами лекции на тему поминания Аллаха. И о прошлой лекции мы с вами говорили про то есть беспечность вопроса поминания Аллаха. То есть предавать Всевышнего забвению. И в чем беда этого качества? И приводили аяты из книги Аллаха, хадисы, приводили хадис, что дом, где посланник Аллаху ассаламу сказал, сердце, которое поминает Аллаха, и сердце, которое не поминает Аллаха, подобно тому, как живое сердце и мертвое сердце. И дом, где поминается имя Аллаха, это живой дом, а дом, где не поминается имя Аллаха, это кладбище. Это кладбище. И поэтому мы с вами говорили, что есть сердца, которые мертвы, а их тела, которые носят эти сердца, они являются уже кладбищем для... то есть у них еще ангел смерти не пришел, но они уже мертвы, потому что они лишены поминания Аллаха, и их тело уже является могилой, могилой для мертвого сердца. Сегодня, иншаллах, мы с вами еще раз помним аят Сура Аль-Араф, Аграды, 205-й аят. И этот аят мы уже вспоминали несколько раз практически на каждом уроке. И, иншаллах, вот сегодня попробуем раскрыть некоторые адабы, адабы поминания Аллаха, именно опираясь на этот аят. Всевышний сказал, «Вадвкур Раббака» «Поминай своего Господа» «Финавсика» то есть про себя, «Тадарруан» «Покорно, смиренно, вахифатен, со страхом, с трепетом, вадунальджахри миналькаул» «И оставив, то есть не повышая голос в словах». Миналькаул, именно вот это слово нужно будет нам запомнить, миналькаул, то есть когда говоришь, нужно оставить, не повышая голос. Билгудуви валасуаль по утрам и перед закатом, по вечерам «Валя такун минальгафили» «И не будь из числа беспечных». «Не будь из числа беспечных». Это сурат Аль-Аграф, 205-й аят. В этом аяте Всевышний призывает нас, чтобы мы всегда поминали Всевышнего Аллаха. И этот аят побуждает нас, указывает нам несколько адабов. И вот шейх Аль-Косими в своей книге «Махасин-ут-Тауиль», опираясь на этот аят, он черпает семь адабов. Семь правил в вопросах поминания Всевышнего Аллаха. Давайте разберем, попробуем разобрать каждый из них. Первое правило. Всевышний сказал «Вад кураббеке фи нафсике» «Поминай своего Господа фи нафсике», то есть «про себя». Вот что лучше, когда человек поминает Аллаха вслух, или же когда человек поминает Аллаха про себя. есть моменты, когда сунна конкретно указывает на то, что где-то нужно говорить вслух. Так ведь? Есть сунна, которая указывает конкретно на те моменты, когда лучше говорить про себя. А вот в произвольной форме, просто вот, человек решил поминать Всевышнего, восславлять Его, восхвалять Его, попросить у Аллаха прощения. Вот что лучше? Ученые говорят, что все-таки, вот опираясь и на этот аят, когда человек поминает Аллаха про себя, это лучше, потому что в этом больше чего искренности. Искренности. Потому что когда мусульманин начинает восславлять, восхвалять Аллаха вслух, то он привлекает внимание других. И маше Аллах, когда братья слышат от него только слова Субхану Аллах, маше Аллаху, Акбар, астагфир Аллах, или там все время Кур'ан читает, то есть они начинают что? Начинают больше любить его, уважать, и это, конечно, воспитывает в его сердце что? Может побудить к страшному греху, который называется Арья. То есть Арья, когда ты делаешь что-то на показ кому-то, не ради Аллаха. Поэтому это одно из величайших, страшнейших оружий сатаны, когда шайтан тебе говорит сначала не делай этого, а ты все равно это делаешь, второй этап боя, он что делает? Он сделает все, чтобы ты это сделал на показ кому-то. То есть чтобы присутствовало во время этого дела что? Появилась Арья. Потому что шайтан прекрасно знает, что как бы ты там не потел, сколько бы ты не старался, если у тебя есть Арья, то есть ты делаешь ради того, чтобы тебя увидели, похвалили, о тебе говорили, о тебе там писали, в итоге в судный день ты ничего не найдешь на чашу весов благодеяний. Потому что ты это делал не искренне, а реально. То есть чтобы на показ другим. Поэтому восхвалять Всевышнего Аллаха, упоминать Аллаха, ученые говорят про себя, то есть произвольное, в свободное время, в произвольной форме, это про себя лучше, потому что это ближе к искренности. А мы знаем, чем больше искренность, чем больше искренность, тем ценнее твое поклонение супругой, ты все это оставляешь и идешь к Аллаху. Да, это тоже есть. Но еще другой момент, почему ночные стояния ценнее, потому что ты там один. Ты один, все спят. Как посланник Аллаху что сказал? Афшу салям, распространяйте салям, угощайте людей едой, ва саллю биллейли ваннас униян. И ночью, ночами совершайте молитвы, когда ваннас униян. Когда люди спят. Люди спят. Поэтому никто не видит, как ты там тахаджуд читаешь. То есть другие молитвы люди могут увидеть, а тахаджуд ты один. Поэтому чем дальше от других, тем ближе к искренности. Вот здесь то же самое. И чем больше искренность, тем иншаллах Аллах примет это и даст тебе за это достойное воздаяние. Аджир. Это первое. То есть фи нафсика про себя. И действительно вот когда ты слышишь, что братья там ма шалла все время там начинаешь думать ма шалла такой богобоязненный брат, да, ма шалла, да. То есть вот иногда даже кто-то начинает сам, не чувствуя этого, уже начинает сам подыгрывать, да. Поэтому садака чем скрыть не дается, правок сказал, даже то, что дает правая рука, не видит левую руку. Я видел некоторые, ну, может быть, пока далекие от мечети люди, татары, когда они дают садака, они вот так дают там руку, левую руку туда ставят, и так дают там. Все видят, конечно, сколько он там дает, да. Я говорю, это же, даже левая рука не видит того, что дает правая рука. То есть это же нужно правильно понять, да. Он там всем показывает, сколько он там дает. То есть вот чем дальше от людских взор, да, тем искренности больше, иншаллах. Второй момент. чтобы поминание Аллаха было основано на покорность. Тадарруан. То есть поминай своего Господа про себя. Тадарруан. Покорность. Смиренность. Что такое покорность, смиренность? Это тадаллюль. То есть мы, татары, говорим тубанщелек, блин. Тубанщелек. То есть когда ты понимаешь свою слабость перед ним. Когда ты понимаешь его мощь перед, не только перед тобой, да, перед вселенной. Ты понимаешь кто он и кто ты. То есть ты понимаешь что за тобой идет огромный шлейф твоих прегрешений, грехов. Так ведь? Долгов перед ним. Ты весь в долгах перед ним. Поэтому вот это Тадарруан. То есть когда мы поминаем Аллаха вот это состояние, да, состояние, когда нет никакого высокомерия перед ним. Да, когда вот вот эта смиренность твоя, да, хушу, даже намаз, во время намаза, когда мы совершаем намаз. Праг это же сказал, самое первое, что потеряет это умма, то есть когда-то умма это имело, то есть имело это качество, когда-то было у этой уммы это качество. И первое, что уйдет, Аллах отнимет, лишит этой уммы качество это что? Это смиренность. Рава сказал, даже ты не найдешь одного из них смиренного. То есть намазы есть, машала. Кстати, в другом хадисе говорится, что самое последнее, что потеряет мусульмане, это намаз. Самое первое, что потеряет, это смиренность намази, и самое последнее, это намаз. То есть они, если потеряют намаз, все уже, больше ничего не останется. Вот смотрите, разница какая. Поэтому нельзя превозносить самого себя, что вот ты намаз читаешь, и все у тебя хорошо. Смиренность это как солнце дня. Смиренность это как душа в теле человека. То есть если нет смиренности, хушуга, то твоя молитва может остаться только сбором определенных телодвижений только Аллах согласен. Поэтому вот здесь то же самое. Смиренность перед ним. Тазаллюль. Аль-иатирав бит-таксир. То есть ты должен понять, что за тобой очень много грехов. За тобой очень много недостатков. И как бы ты ни совершал, старался совершать благодеяние, в них в них есть очень много недостатков. И в этом заключается суть поклонения. Тазаллюль. То есть когда ты понимаешь свою низость перед ним, слабость перед ним, греховность перед ним и понимаешь величие своего Господа. То есть кто ты и кто он. Вот в этом есть суть поклонения. Третье. То есть Аллах после того, как напомнил про смиренность, он сказал про со страхом. Страх. То есть что за страх? О чем мы говорим? Хайфа. Хошья или. То есть чего должен страшиться? Конечно в основе всех видов поклонений лежит что? Любовь к Аллаху. Почему мы? спешим на молитву. Самое первое. Потому что мы любим Аллах. И нам хочется поклоняться Ему. Мы любим, мы скучаем по Нему. Это самое первое. Это любовь. Потом мы страшимся. Что если не дай Аллах, мы ослушаемся Его, ни у кого нет гарантии, что гнев Аллаха упадет на нас. И Аллах может любое время наказать нас. Поэтому мы страшимся. потом мы надеемся еще на Его милость, на Его прощение, на Его рай. Так ведь? Поэтому страх есть во всех видах поклонения. И здесь еще какой страх? то, что Аллах может наказать нас за те недостатки, которые присутствуют в совершении этого благодеяния. т.е. Т.е. на самом деле то, что ты делаешь, оно великое дело. Т.е. молитва это великое дело, пост это великое дело, хадж это великое дело, поминание Аллаха это великое дело. но но проблемы есть у тебя. Ты не можешь это сделать совершенным видом. Т.е. ты не можешь это сделать. Поэтому ты страшишься, что Аллах может разгневаться на тебя, потому что ты совершаешь это с разными изъянами и недостатками. Поэтому когда мы совершаем намаз, иногда шайтам начинает ласкать нас, так ведь ой как ты молодец такой, вот ты же намаз читаешь, другие не читают. Но в то же время нельзя забывать, что та молитва, состояние сердца пророка во время молитвы, Абу Бакра, Гумара, Гусмана и других праведных предшественников, оно было, оно резко отличалось от того состояния, которое сегодня имеем мы. Потому что тела наши стоят, но к сожалению мы оторвали свое тело с рынка, а душа пока еще на рынке гуляет. Мы оторвали свое тело от наших любимых детей, семей, или от занятия любимого, вытащили с ватсапа. Другие смотрят, ой, он не на ватсапе, то он на намазе, а сердце до сих пор там еще. Поэтому мы должны чувствовать, что мы должны всегда понимать и признавать, что у нас очень много недостатков. Поэтому нельзя предаваться наущениям шайтана, когда он начинает говорить, ты мусульманин, маше Аллах, ты лучше всех. Поэтому психологи же говорят, самооценку, планку самооценки надо. Где-то может быть чем-то надо поднимать, чтобы химят был, чтобы дальше бороться, но когда ты стоишь перед Аллахом, какая там самооценка, планка ниже некуда уже, у тебя столько грехов. Поэтому вот даже когда мы иногда просим, чтобы Аллах принял нас, мы же говорим по милости своей. Рахматин блян кабулит. У одного шейха в книге вычитал такой пример, хороший пример. Мы же перед Аллахом столько задолжали, столько задолжали, сколько бы не совершали благих дел, мы даже мизерную часть из того, что мы у него задолжали, мы не сможем ему вернуть. Мы поэтому должны понимать это. И он приводит такой пример, вот говорит, вам очень нужны деньги, ну прямо вот очень, ну там что-то случилось в жизни, да, там может быть ребенок заболел, нужно там операцию делать, вот что-то такое случилось, и тебе нужно занять, занять. Ты идешь там богатому человеку и говоришь, дай мне 100 тысяч долларов, дай мне 100 тысяч долларов, а он тебе говорит, я тебе долг дам, но ты через год должен вернуть. Ты обещаешь мне, а ты даже не думаешь, тебе так нужны эти деньги, ты говоришь, все, бисьмилля, иншаллах, я тебе все продам, но я тебе верну 100 тысяч, все, он тебе дал, он тебе доверился, бисьмилля, он тебя не подвел, А ты не можешь дать тебе денег. Ты тут ищешь, там ищешь. И вот ты нашел тысячи долларов. Ты нашел не сто тысяч, а тысячи долларов. И ты идешь к нему. Ты же ему обещал через год вернуть, да? И вот этот ученый говорит, вот задайте вопрос. В каком состоянии его сердце, когда он идет к этому богатому человеку? Вместо того, чтобы он принести ему сто тысяч долларов, которые тот ему дал, он несет сколько? Тысяча. Как он пойдет? Кичливо? Горделиво пойдет? Ну-ка, где ты там богатый? Я тебе деньги принес, да? Он голову опустит вниз. Никакой кичливости, никакой гордыни. И у него только одна надежда, что когда он ему даст вот эти тысячи долларов, чтобы он ему в лицо не кинул обратно. Ты что, брат, я же тебе сто дал. Ты же не обещал. Он надеется на его милость, что он скажет, ну ладно. Не смог, так не смог. Давай возьму. То есть по милосердии своей. Так ведь? Никто не будет идти вот так. На, я тебе там тысячи долларов принес. То есть он понимает, что за ним еще девяносто девять тысяч осталось. Он не может, не в состоянии. Вот мы идем, рождаемся на этот свет. Столько благ мы получаем. Столько Аллах Тагаля нам даров дает. И это не сто тысяч долларов. Во сколько обходится жизнь одного человека, да? Это и свет солнца, и тепло, и вот все, что нас обслуживает, все нам служит, да? Это здоровье, это зрение, это слух, это руки, ноги, все-все-все. И некоторые идут там на намаз, да? Вот Аллах, я же тебе намаз почитал, да? Думают, что вот все там уже он вернул. Нет, конечно, нет. Нет. Даже одну миллиардную долю он не сможет вернуть, сколько бы он не совершал благие. Пророк сказал, ни у кого из вас, ни у кого из вас благие деяния не стоят даже цены рая. Никто не сможет заработать рая. Пророка спросили, сподвижники, я, Расуль Аллах, даже твои благие дела не стоят цены рая. Пророк сказал, даже мои дела не стоят цены рая. Цена рая намного выше. А как Аллах дает рай? Только по милости. Он просто дарит нам этот рай. Возьмите. Это мой подарок вам за то, что вы совершали благие дела. Но на самом деле купить рай невозможно. Мы покупаем его с огромной скидкой. Просто Аллах дарит нам рай за то, что мы хоть что-то пытались совершить. Поэтому мы в долгу. И когда человек поминает Аллаха, он должен чувствовать вот этот страх хайфа. То есть, это первое, да? Что за ним очень много недостатков. И второе, он должен, его сердце должно бояться, что Аллах может не принять это дело. Так ведь? То есть, он боится, что он сейчас совершит это дело. Аллах не примет. Аллах не примет. То есть, это состояние должно быть у всех мусульман. Потому что в другом аяте, когда Всевышний описывает верующих, своих верующих рабов, которые спешат совершать благие дела и обгоняют друг друга. Прямо обгоняют друг друга, соревнуются в благих делах. Всевышний Аллах описывая их, сказал. И те, которые дают милостыню, И их сердца трепещут. То есть, они дают милостыню, и в то же время их сердца трепещут. Что они вернутся, возвращаются к своему Господу. Уляика. Это те мусульмане, верующие. Это те, которые спешат, спешат совершать благие дела. И они в этом обгоняют других. То есть, это не простые верующие. Это, маша Аллах, это самые лучшие, которые совершают благие дела. И один хочет, желает сделать больше другого. Так ведь соревнуются в благих делах. Это сура Аль-Мукминун, верующие, аят 60 и 61. И в хадисе от Аиши, ради Аллаху Анха, передается, что она подошла к пророку, салли Аллаху Алисаляму, когда прочитала и услышала этот аят, она подошла к посланнику Аллаху, салли Аллаху, салли Аллаху, и сказала, «Я, Расуль Аллах, ахуар-раджуль, езни ваясрик, ваяшрибуль хамры, ваяхафу анью аддаб». Это тот мужчина, где, вот Аллах же говорит, он дает милостыню, и его сердце трепещет от того, что ему нужно вернуться к Аллаху, своему Господу. О ком речь? Аиша спросила. Это тот, который езный, прелюбодействует, зина делает, ворует сарика, пьет опинительные, то есть пьет спиртные напитки, распивает, и в то же время, то есть совершает те или иные грехи, и в то же время боится, что Аллах может его наказать. Есть же такие, которые совершают какие-либо большие грехи, но в то же время боится, что Аллах может его наказать. Речь идет о нем, о таких людях, на что посланник Аллаху, саламу, ответил, «Ля я ибн тассидды». Нет, о дочь праведного, о дочь Абубакара, то есть праведного. «Валя киннахур-раджуль». Речь идет о человеке, который Юсалли совершает намаз. «Вая сум». Айша спросила, тот, кто зина делает, тот, кто ворует, тот, кто пьет спиртное, а правок, саламу, сказал, нет, это мужчина, который совершает намаз, который постится. «Вая тассаддак», который дает саддак, а закат выплачивает. И в то же время, «Вая хав», он страшится, боится, что Аллах может не принять эти его благодеяния. Потому что мы с вами совершаем намаз, но ни у кого нет гарантии, что этот намаз принялся. Мы с вами постимся, но никому, я думаю, ни на WhatsApp, я уверен, ни на WhatsApp, ни смс-ка не приходит никому, что «Машаллах, у тебя пострамадан принялся, у тебя грехи все, Аллах простил, прощенные грехи». Нет, ни у кого нет. Поэтому мы совершаем, и чем больше человек совершает, он тем больше боится, что Аллах может не принять его. Поэтому вот это и есть качество праведных рабов Аллаха, которые совершают благие дела, но в то же время страшатся. Это вот, получается, третий момент, то есть опираясь на страх, на страх. Страх должен быть. Четвертый адаб. То есть не повышать голос. Не повышать голос. Ну, первое, четвертое мы даже можем как-то объединить, но все-таки разница есть. Разница есть, потому что Аллах отдельно это все указал на эти адабы. Первое – это в произвольной форме лучше говорить про себя. А вот второе – даже когда ты говоришь что-то вслух, не надо повышать голос. Не надо повышать голос, потому что когда человек… Вот здесь еще один момент есть. «Дунальджахри минальхау» – не повышая свой голос, когда говоришь. То есть вот некоторые могут подумать, что когда ты читаешь Кур'ан, или просишь у Аллаха, делаешь дуа, или поминаешь Аллаха, восхваляешь, восславляешь его, или просишь у него прощения, можно просто что делать? Просто про себя думать. Не шевелить языком, не выговаривать эти слова. Вот это неправильно. То есть вот этот аят еще указывает на то, что мы должны говорить эти слова именно языком. Вот это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Но не повышать голос. Абу Мусс аль-Ашхари, в сборниках имама Бухари и Муслима, приходит хадис от Абу Мусс аль-Ашхари, который сказал, как-то раз люди, когда испрашивали у Аллаха, обращались к нему с мольбой, то есть они начали поднимать свои голоса. Кто-то должен начал кричать, может быть, поддался эмоциям. И услышав это, пророк сказал им, о люди, пожалейте себя, пожалейте себя, потому что вы взываете, вы не взываете тому, кто не слышит, и не взываете тому, кто отсутствует. То есть обычно повышает голос, когда? Когда мы обращаемся к тому, у кого проблемы со слухом. Так ведь? Например, мы знаем, что бабушка за 80, у нее проблемы со слухом, она не слышит, и поэтому мы кричим, хотя, может быть, стоим рядом. Обычно мы повышаем голос на того, кто у кого проблемы со слухом, или же тогда, когда он отсутствует, он где-то далеко, поэтому нам приходится повышать голос. Поэтому посланник Аллаху, са саляму, сказал, ну, пожалейте себя, не повышайте голос, ибо вы не взываете тому, кто не слышит, вы взываете тому, кто слышит. И вы же не взываете тому, кто отсутствует. Нет, он присутствует. воистину тот, кому вы взываете, самия он, он всеслышащий, и он близкий. Он близкий. Кто может сказать, что Аллах далек от нас? Его милость, его знания, его забота всегда близка. И свои слова, назидание, пророк саляму, завершил такими словами. Акхарабу. Инна лэдзи тадунаху. Воистину тот, кому вы взываете, самиун, карибун, он всеслышащий, он близкий. Акхарабу. И он ближе к каждому из вас, чем шея его верхового животного. То есть, когда люди идут, вот шея, она же близка, Аллах еще ближе. Аллах еще ближе. Поэтому не надо кричать. Не надо кричать. Не надо повышать голос. Аллах все слышит. Он же, он близок к нам. И Аллах всеслышащий. И вот это адеп. Адеп, когда ты взываешь к Аллаху, когда ты восхваляешь, восславляешь Его. И вот пятое. Оказывается, я немного поспешил, дорогие братья. Это пятое. Чтобы слова восхваления Аллаха, восславления Аллаха, неважно, просьба о прощении, или ты просто обращаешься к Нему, тебе надо, чтобы Аллах дал тебе хорошую жену, машину помог починить. Просто даже в произвольной форме что-то ты просишь, нужно просить языком, а не сердцем. Потому что нет намерения, место не это где? В сердце. В сердце. А зикр, дуа, чтение Кур'ана, аль-адхкар, все слова, поминания Аллаха внутри намаза, все нужно говорить языком, а не просто думать. Поэтому некоторые, особенно, кто вот недавно пришел, намаз начал читать, просто иногда обращаешь, я уже так специально не смотрю, у меня свой намаз, я за свой отвечаю, но иногда видишь, вот брат стоит такой, маша Аллах, как бы все, наверное, правильно все, и руку, но смотришь, ничего не шевелится. Получается, он или ничего не читает, может быть, просто еще не выучил, или же он все повторяет про себя, то есть языком не выговаривает, то есть нужно обязательно говорить языком. То есть Аллах сказал, не повышая голос, то есть именно и слово. Слово это когда ты говоришь, поэтому не просто значение, думаешь о значении, а ты должен выговаривать это, не повышая голос, да, выговаривать. И вот этот аят именно призывает, чтобы викр, поминание Аллаха, происходил, как и сердцем было, и мы должны поминать Аллаха и сердцем, и языком, и языком. Поэтому человек, который будет говорить просто про себя, то есть сердцем думать, а не говорить, это уже не зикр. Поэтому даже, когда читаем Кур'ан, нужно выговаривать. Когда мы читаем суру Фатиха, нужно говорить Аль-Хамду Лилляхи Робиль, Алямин. Поэтому в книге фикха это все пишется. Даже те молитвы, которые мы читаем про себя, Зухар, Асар, так ведь, Сунна читаем, нужно читать так, чтобы шепот должен быть такого уровня, чтобы ты сам себя слышал. Сам себя слышал. Те намазы, которые мы вслух читаем, это чтобы ангелы нас слушали, да, а здесь мы сами себя должны слушать. Поэтому нужно говорить то, что ты думаешь. Это правило. Это правило. это пятое получается, да, шестой момент, шестой момент, по утрам и вечерам, перед закатом, то есть утром и вечером. Этот аят указывает на преимущество, достоинство этих двух времен. То есть это первое утро, второе, это вот как раз закат солнца. То есть получается, это как раз время утреннего намаза, и вот после утреннего намаза, и время после, получается, Асра до Магриба. До Магриба. Вот эти именно времена Сунна Пророка Саусалям все-таки дает привилегии вот этим двум временам и призывает нас, чтобы есть даже адгарус, собах и вольмаса, да, то есть специальные зикры, которые мы говорим именно вот в эти два благословенных времени. И ученые говорят, что это как раз те времена, которые Аллах для нас их выбрал, да, где может быть не так много у людей забот, да, потому что где-то утром, где-то уже вечером, так ведь. И вот это время сердце человека, язык человека больше должен заниматься именно напоминанием Аллаха. И еще в хадисах приходит, что деяние, совершаемое рабом, именно возносится в начале дня, то есть по утрам, и в конце дня. То есть возносится. И поэтому получается ты начинаешь свои деяния чем? Поминанием Аллаха и завершаешь их чем? Поминанием Аллаха. Ангелы, которые приходят, чтобы забрать твои там ночные, все, что ты за ночь совершал, они утром приходят и видят, ты поминаешь Аллаха. Ангелы, которые приходят вечером, чтобы забрать твои дела, они видят, ты поминаешь Аллаха. То есть ты начинаешь свои дела поминанием Аллаха, завершаешь их поминанием Аллаха. И вот в сборниках имама-муслима, в сборниках имама-муслима приходит хадис, который передает нам Абу Хурайра, что посланник Аллаха сказал, То есть есть у человека ангелы, то есть среди вас есть ангелы, которые приходят к вам ночью, и ангелы, которые приходят к вам днем. И вот эти ангелы, которые приходят к нам, получается, посменно, они встречаются друг с другом, то есть смена меняется, во время утреннего намаза, и во время асра. Затем, То есть когда приходят дневные ангелы, получается, ночные ангелы уходят, они возносятся, возносятся, а эти остаются. И когда они возвращаются к своему Господу, их Господь спрашивает у них, хотя Он знает больше них, но Он спрашивает у них. И Он больше знает про своих рабов. То есть за какими делами вы оставили моих рабов, что они там остались, что они там совершают, когда вы уходили. То есть когда мы уходили, они совершали намаз. Когда мы пришли к ним, они совершали намаз. То есть вот получается утро вечера, когда ангелы меняются, вот здесь прославление, восхваление Аллаха, и здесь восхваление Всевышнего Аллаха. Вот это шестой момент, то есть это благословенные времена для именно зикра, для этого вида поклонения, поминания Аллаха. Седьмой момент. В завершении аята Всевышний запретил, запретил нас предаваться беспечности, то есть предавать Аллаха забвению. И сказал, вуаля текун минальгофилин и не будьте из числа беспечных. Беспечных, то есть те, которые забывают поминание Аллаха, которые недооценивают ценность, важность поминания Аллаха. И вот этот аят еще призывает нас к тому, чтобы мы всегда продолжали поминать Аллаха. То есть, ну вот невозможно сейчас здесь восхвалять Аллаха, а потом забыть его. Так ведь? Забыть о нем до вечера. Так не бывает. То есть, то, что Аллах нам говорит, не будьте беспечными. То есть получается, всегда, всегда продолжайте поминать Аллаха. Поэтому мы с вами об этом не раз говорили, что сунна, которая строит день, режим дня для мусульманина верующего, да, день, ночь, вечер, да, маша Аллах, она построена так, что всегда мы поминаем Аллаха. Всегда мы поминаем Аллаха. Даже вот взять те слова поминания Аллаха, которые связаны, каждое поминание Аллаха связано с каким-то моментом жизни, да, мы заходим домой, выходим из дома, заходим справлять нужду, выходим, мы принимаем пищу, мы здороваемся, везде поминание Аллаха. Один чихнул, другой ему сказал, архамду реля, другой сказал, архамду реля, даже когда мы чихаем, сунна пророка призывает чему? Восхвалять Аллаха. Проснулись, вспомнили Аллаха, увиделись друг с другом, что делаем? Поминаем Аллаха, мы же не говорим, здоровый брат там, да, мы говорим, ас-саляму алейкум, это поминание Аллаха. Мы говорим, мы вспоминаем имя Аллаха, так ведь? Делаем дуга друг за другом, поэтому все, все, вот поднимаемся на гору, субханаллах, да, опускаемся, Аллаху акбар. Как дела? Алхамду реля, алхамду реля, хорошо или плохо? Алхамду реля. То есть, поминаем Аллаха, все, вот, все, что мы делаем, все, вот, зикр, он переплептается с нашей, с нашим бытом, с нашей жизнью. Поэтому, вуаля такун минал гафилин, то есть, всегда, всегда, мы должны жить в зикре. И пусть лучше иногда наше какое-либо дело будет поменьше, но оно должно быть постоянно. Посланник Аллаху, салам, сказал, самые любимые перед Аллахом дела, это самые продолжительные из них. Продолжительные. Кто-то может сегодня там сто страниц Корана почитать, а потом год не читать. Ты лучше каждый день десять страниц читай, да, каждый день. То есть, лекарства, витамины нужно не раз в год пить, а каждый раз, пусть поменьше, даже садака. Да, если ты будешь мало-мало-мало, но постоянно давать, это будет лечить твое сердце. И поэтому пусть лучше будет меньше, но постоянно. И намаз. И кто-то может сегодня там столько ракаратов на вайфель почитать, да, там всю ночь не спать там, доходят читать, а потом еще год не читать. Ты лучше два ракарата почитай, но постоянно, но постоянно. И поэтому это касается и намаза, и садака, и пост, и пост, да, кто-то там, маша Аллах, там начал все на вайфель, дополнительные виды поста, маша Аллах, а ты чего не постишься, я пощусь. А потом раз, и он в отпуск вышел, трехмесячный там, или там на полгода. Ну, мусульманин должен что? Превращать любой вид благодеяния, любой вид поклонения, дополнительные, про фарзы не говорим, потому что, ну, фарзы, это там у нас нет выбора, да, именно в часть его жизни. И вот это семь, это семь адабов, которые мы черпаем из этого аята, и в этом нам помог Аль-Косими в своей книге Махасиму-Та-Куиль. И помимо этого, очень много у Зикра есть других адабов, других правил, иншаллах, мы еще на них остановимся. Затем, давайте перейдем, у нас еще несколько минут, а затем переходим на следующий аят. Когда вот этот аят завершается, получается пятый аят, да, 205 аят, мы переходим к 206 аяту, где Всевышний вспоминает про своих приближенных рабов, про ангелов, которые являются лучшими из творений, да. И Всевышний говорит, инна лавина анда роббика, воистину те, которые находятся рядом с ним, то есть ближе, чем мы, так ведь, анда роббика, возле твоего Господа, ла ястакбируна ан аибадатихи, они не возносятся, не превозносятся ан аибадатихи перед поклонением ему. То есть нет никакого высокомерия, нет никакого высокомерия, когда они поклоняются Аллаху. И они восславляют его, и они падают ниц перед ним, и они падают ниц перед ним. Это сурат Аль-Аграф, 206 аят. И вот когда Всевышний говорит, воистину те, которые возле твоего Господа, речь идет о ком? Это ангелы. Это ангелы. И вот Аллах, описывая эти создания, Он говорит, что у них нет никакой гордыни, никакого высокомерия перед поклонением ему. Они поклоняются Аллаху покорно, смиренно, и они не как люди, потому что люди иногда, у них играет гордыня, у них играет, вот как иблис. Аллах сказал ему, что ему нужно попасть перед Адамом ниц, а он возгордился. У ангелов нет этого, так ведь? Поэтому ла ястакбируна ан аибадатихи. Они не превозносятся перед поклонением ему. И что они восславляют его, и что они падают ниц перед ним. И вот здесь Всевышний, описывая своих безгрешных ангелов, которые в совершенстве поклоняются ему, Он этим самым призывает нас, чтобы мы тоже брали с них пример. Чтобы мы тоже брали с них пример. Поэтому Ибн Кафир, когда дает толкование этому аяту, он говорит Всевышний вспомнил о них только с той целью, то есть когда Аллах в 205 аяте призвал нас восхвалять Аллаха, Всевышний, всегда смиренно, со страхом и завершил такими словами Не будьте из числа обеспеченных. После этих слов Аллах вспомнил о его ангелах. О его ангелах, которые поклоняются ему смиренно, которые восславляют его и падают ниц перед ним Только для того, чтобы люди брали пример с них. Брали пример с них, чтобы они больше поклонялись ему и больше были покорными ему. И поэтому когда... И он приводит хадис. Он приводит хадис, этот хадис в сборниках имама-муслима, Где посланник Аллаха, саллиллаху ассаляму, сказал То есть, неужели вы не построитесь так, как строятся ангелы перед своим Господом? И они заполняют один ряд за другим. То есть, ангелы. То есть, пророк, саллиллаху ассаляму, призвал мусульман строиться перед Аллахом так, как строятся его ангелы. И эти ангелы, они выстраиваются перед ним и завершают один ряд за другим. То есть, первый ряд, второй ряд, третий ряд. И уаятарасунафисав. И они выравнивают каждый ряд. Выравнивают каждый ряд. То есть, посланник Аллаха, вспомнив ангелов, он призвал, чтобы мы брали с них пример. Так ведь? Брали с них пример. И вот здесь то же самое. Аллах, Всевышний Аллах, вспомнил о своих ангелах и описал их поклонение, чтобы мы брали с них пример. И Ибн Кафир говорит, что это первый аят сажда в Куране. Когда мы слышим этот аят или же читаем этот аят, мы падаем ниц перед ним. Мы падаем ниц перед ним. Это Тафсир Ибн Кафира. Ну, время у нас истекло, поэтому на этом, иншаллах, закончим. Я прошу у Аллаха Тауфик, чтобы Аллах Тааля дал нам возможность поминать его, восславлять его. Пусть не как ангелы будут, но, альхамдулилля, этот вид поклонения, мы должны стремиться. Стремиться усовершенствовать этот вид поклонения и просить у Аллаха помощи в этом. Следующая тема у нас будет Авдалюдзикри, то есть одно из самых достойнейших видов поминания Аллаха. Это книга Аллаха, то есть чтение книги Аллаха. Субханакаллахумадихамдик, шадва ла иллахи илла ант, астагфирука, ва атубу иллейк. Жизакуму ла хайру, ассаляму алейкум, арахматуллахи баракату.